В Риме есть очень интересное место с названием «Лудус Магнус», так называлась самая большая школа для гладиаторов. В переводе с латыни означает «большой спортзал». В наши дни остались видимые участки разрушенной школы. Она находилась между нынешней улицей Лабекана и улицей Сан-Джувани и Латерано, уровнем ниже нынешних улиц. Раскопки, проведенные с 1937 года, раскрыли лишь часть этой огромной школы гладиаторов и самой большой – в Древнем Риме. Другая часть находится под жилыми зданиями. Настоящая структура «Лудус Магнус» состояла из огромной арены в форме овала эллипса с 62 на 45 метров с лестницами и возвышающимися за ним трехэтажными зданиями, в которых жили гладиаторы и обслуживающий персонал. Гладиаторы жили и тренировались ежедневно в школе. Чтобы попасть в колизей, который находился поблизости, была проделана подземная галерея, которая соединяла «Лудус Магнус» с ареной колизея. Таким образом, гладиаторы разогревались в школе перед боем и через галерею выходили прямо на арену колизея на бой. Строительство школы относится к периоду правления Домициана. 1981-1996 год после Рождества Христова. До школы гладиаторов на этом месте находился жилой квартал периода Поздней Республики, остатки которого были найдены во время раскопок. По остаткам раскопок арены было доказано, что школа реставрировалась при императоре Трояне. Рядом со школой находились постройки, предназначенные для функционирования колизея. Например, Лос Полиариум, где помещали трупы убитых гладиаторов и раздевали их от военных доспехов и оружия. Или Иль Саньяриум, небольшая скорая помощь для раненых гладиаторов. Или Сумум Караджиум, помещение, где хранились все костюмы, механизмы, сценарии и всевозможные приспособления и реализации сценографии для колизея. И, конечно, Ларма Ментариум – склад, где хранились оружия для гладиаторов и где оно ремонтировалось. Школа была напрямую связана с жизнью колизея и прекратила свое существование после запрета папы Гонория на гладиаторские бои. В Колизее во второй половине VI века н.э. Лудус Магнус – одна из четырех школ гладиаторов в Древнем Риме и крупнейшая из них. Названия школы и истории ее постройки известны из античных источников. Гладиаторами становились рабы, приговоренные к смерти, а также должники, авантюристы в поисках славы и даже высшее сословие участвовало для заработка и любви народа. Гладиаторы были товаром и способом заработка. Жизнь была очень суровой, тяжелой и опасной. Были найдены доказательства, что гладиаторы вели очень суровый стиль жизни и спали на земле, посыпанной лишь соломой. Раскопки можно посетить как самостоятельно, посмотрев их сверху, а также с гидом в группе, заказав билет онлайн. Стоит билет всего лишь 4 евро. Всем советую посетить это прекрасное и очень интересное место Древнего Рима.